У меня же уже подписчиков 17 тысяч. Девочки, спасибо. Кто-то уже написал поздравление. В общем, набрала себе всякого баловства. Буду баловаться сегодня. Оп. Ой, как здорово. Ой, как ножкам хорошо. Я вижу такое красивое природное явление. Сейчас откроем окошко. Я такое еще не видела даже. Так, ой, какой кайф, какой кайф. Вот я люблю вот эти процедурки для ручек, для ножек. Доброе утро, девочки мои. 7 часов утра. На улице еще темно. Еще даже вот луна висит. Полнолуние у нас сейчас. Поэтому бессонница. Проснулась рано, как всегда. На улице холодно. Даже окно открывать не хочется. Ну, а я уже давно не сплю. Не сплю уже с 4 часов. Уже успела искупаться, снять вам видео. Посидела, поболтала. Поотвечала на ваши вопросы. Вопросы там все касаемо жилья. Кому интересно про гостинку послушать. Как тут живется. Что за люди тут живут. Вообще, что это за жилье. Задавали мне вопросы. Я на них поотвечала. Так что, сейчас пока 7 часов утра. Делать нечего мне. Сижу, пью кофе. Видите, вся уже такая из себя раскрасивая. Слышу, соседка уже проснулась. Наверное, зайдет ко мне. Вчера приехала соседка. Долго ее не было. Месяц, наверное, она уезжала. Вот. Я уже за ней соскучилась. Но она вчера уставшая была. Забежала. Так буквально ненадолго. И надеюсь, что, может быть, сегодня удастся хоть с ней нормально пообщаться. Вот. Значит, в предыдущем видео я вам поотвечала на вопросы о жилье. Ну, а там еще другие вопросы, которые были. Я, в общем-то, по ходу буду потихонечку отвечать на них уже во влоге. Там, кстати, вопрос такой был. Есть ли у вас цель в жизни? Какая? Напишите. Какая цель? Я уже так задумалась, девочки. Я не знаю. Мне кажется, у людей уже пенсионного возраста уже как-то цели все, наверное, либо уже достигнуты, либо уже, знаете, амбиции поутихли. Потому что цели какие-то глобальные обычно ставят перед собой молодые люди, у которых есть еще силы, здоровье, чтобы этих целей достигать. У людей моего возраста цели были вырастить детей, допустим, дети выросли, живут отдельно, у них свои семьи, свои дети, в общем-то. И сейчас по возможности стараемся мы уже, допустим, люди такого возраста, как я, помогать, может быть, детям по силе, по возможности своих сил. Ну, да. Вот. И все. Таких особо больших целей перед собой никаких не ставлю. Ну, какие-то задачи, понятное дело, по ходу жизни возникают. Там, то, знаете, просто по ходу жизни, вот, там нужно сантехника вызвать, там надо что-то поменять, какую-то мебель, может быть, купить, какое-то там что-то, что-то сделать, что-то, знаете, такие кратковременные цели. Вот, допустим, я обычно утром встаю и думаю, да, в каком я сегодня самочувствии, в каком настроении, что я сегодня могу сделать, что хочу сделать, а что я не могу, не хочу делать, допустим, да. То, что, конечно, срочно, то делается срочно в первую очередь, то, что не срочно, уже смотрю я уже по состоянию, по настроению, тогда делаю. Чтобы не забыть, я вот пишу себе на бумажечке, вот у меня на холодильнике, вот здесь передо мной всегда висит бумажка, где я пишу, дописываю, там, что мне нужно сделать, или что-то купить, или что-то не забыть, какого-то, может быть, там, мастера вызвать, стрижка там у меня, или еще что-то, вот я себе там пишу. Это вот такие кратковременные задачи, можно сказать, я ставлю перед собой. Особо таких целей глобальных, крупных перед собой не ставлю сейчас. Тем более, вы знаете, вот моя мечта, хочу сказать, я уже мечтаю просто, скорее бы уже закончилась вот эта вся пандемия, и чтобы уже все сняли маски, и уже смогли спокойно передвигаться, куда-то ездить, где-то отдохнуть, может быть. Вот уже вот это такая мечта у меня есть, но это от меня не зависит, это зависит уже, как говорится, все, что от меня не зависит, я изменить не могу, я об этом могу только вот в душе там где-то мечтать, что вот скорее бы уже это все закончилось. Вот это моя мечта, номер один, да. Вот, ну и чтобы у детей, само собой, чтобы все было хорошо, и чтобы они, как говорится, свои цели ставили, свои мечты, чтобы их забывались, и чтобы они достигали вот желаемого, да, они еще пока что молодые, еще могут какие-то цели ставить, к ним стремиться. Вот, а сейчас уже у меня как-то таких особо больших целей нет. Вот, ну все, девочки, я, в общем-то, сейчас немножко еще отдохну. Семь часов утра на улице темно, после четырех вечера на улице темно. Вот, это вот уже грустно от того, что день стал таким коротким. А с другой стороны радует то, что вот буквально где-то через месяц уже пойдет все в обратном порядке, да, еще в 20-х числах декабря уже достигается самый короткий день и самая длинная ночь, а потом уже пойдет оно в обратную сторону и уже будет радовать то, что день будет увеличиваться, и это будет прямо хорошо и радостно. Вот, так, я слышу, что у меня сосед прошел, наверное, на работу, сын моей соседки, вернее, и, скорее всего, она сейчас ко мне придет, попьем кофе, поболтаем. Ну, попозже я к вам вернусь. В общем-то, сейчас, может быть, мне сегодня еще в магазин нужно будет выскочить, и, в общем, посмотрим, что сегодня буду делать. Вот, моя дорогая, пришла. Заходи, заходи, я уже ее, все, заходи. Сейчас мы с ней кофе попьем, поболтаем, потом я к вам вернусь. Соседка меня угостила холодцом, я ее тоже кое-чем угостила. В общем, обмен продуктами произошел. Все, она уже ушла. А я сейчас пока немножко отдохну, и потом продолжим с вами съемочку. Все, девочки, смонтировала я видео. Все, на улице уже 7 градусов, 10 утра. Солнышко вылезло, смотрите-ка, хорошо. Вчера у нас целый день шел дождь, было пасмурно, и очень сильный ветер. Прямо жуть какая-то, не хотелось выходить на улицу. А сегодня классно. Вон они, голуби сидят. Ветерочек легкий, конечно, есть. Даже птички чирикают. Где-то тут птички на дереве. Ой, классно, небо голубое, свежий воздух. Надо выйти на улицу. Вышла я, девочки, на улицу. А на улице как здорово. Тишина, солнышко светит, ветра нету. Совсем большая разница, что было вчера, а что сегодня. Вообще здорово. Я решила пройтись в магазин, продукты кое-какие купить. Ну, на улице все-таки не жарко. 7-8 градусов. 8, по-моему, максимально сильное. Поэтому я уже как одела. Пальтишко вот это зимнее черное. В нем уже все. Кстати говоря, вы мне писали шапку, чтобы я челку прятала. Он сейчас ее подстригла, она нормально выглядит. А вот прятать я попробовала сейчас натянуть на лоб. Мне не нравится, как это выглядит. Мне кажется, что мне не идет. Непривычно. Но, значит, и не буду. Кстати говоря, у меня же уже подписчиков 17 тысяч. Девочки, спасибо. Кто-то уже написал поздравление. Спасибо за поздравление. Ну, значит, что я вам хочу сказать. На следующей неделе начнется новый каталожный период. Фаберлик. Я сделаю заказик. Закажу как раз то, что нужно для бьюти-боксиков. В общем-то, на следующей неделе буду формировать уже бьюти-боксики. Так что в начале декабря уже проведем конкурс. Вот так. Время идет. Готовимся к конкурсу. Вы готовы? Я уже почти готова. Морально точно готова. Ой, ну все. Идем в магазинчик. Идем в высшем свежем воздухе. Ой, девочки, сходила так сходила, набрала так набрала. Прогулка была не зря. Так, в общем, зашла я в пятерочку. Купила я кубанскую буренку. Но там была акция. В общем, две по цене одной. Одна стоит она 79,990. А если брать две, они получаются по 39,990. В общем, по полцены. Конечно, там она свежая. Я как раз только ее привезли. Еще только выставляли. Я уже ее свеженькую взяла. Вот, наконец-то завезли клубничное варенье. Теперь у меня варенье в ассортименте есть. Взяла я огурчики дядя Ваня по-берлински. Моих хрустящих не было. Ну, а эти такие тоже брала. Мне тоже нравятся. Ну, молочко взяла такое, потому что оно хранится долго. Ну, по крайней мере, до 4 декабря оно хранится. Я сегодня его готовить не буду. Но это я хочу взять и сварить манную кашку. Помидорчики взяла чуть-чуть сливовидные. Немножко огурчики в пятерочке. Взяла чуть-чуть вот такой горошек. Это я вот скоро тоже что-то буду, салат какой-то делать. Сыр российский взяла. Горчицу взяла себе и взяла соседке. Вот это Александровская у нас самая лучшая, самая вкусная считается. Сегодня я ела холодец без горчицы, но теперь горчица у меня есть. Взяла творожка немножко. Масло это я про запас беру. Вот это вот парижская грудинка неплохая, хорошенькая. Донские традиции мне нравятся. Взяла желе с клубничкой. Взяла конфеты. Вот эти, кстати, конфеты Красный Октябрь мне очень нравятся. Красная шапочка, Мишка косолапый. Они по акции, у них скидка тоже около 50%. Поэтому взяла. Ну, немножко мармеладок, потому что внучка приходит, надо ребенка угощать. Взяла вот такие вот шоколадки киндер. Мне нравятся. Очень вкусные суфле. Взяла две штучки профитроли, пироженки тоже с крем-брюле. Тоже я их люблю. Ну, венскую булочку. Это я беру уже, девочки, на несколько дней. Поэтому и внучка будет, и для себя тоже. И вот это вот мне попалось тесто для чебуреков. Тесто не замороженное. Там сколько штук? Штук, наверное, 10. Я вижу таких кружочков, кружешочков. И срок годности у него до 15 декабря. То есть еще у меня есть домашний фарш. И вот я на днях как раз чебуречки себе и сделаю. Пожарю. Как раз разморожу фаршик. Свой фаршик будет очень вкусно. Будет очень классно. Так, здесь я вам все показала. Но это еще не все. Ну, и еще зашла я в ларечек. Взяла кишмиш, виноград. Взяла мандаринки. Это уже наши, кавказские. Адыгейские, наверное. И вот тоже хурма наша. Свеженькая, мягкая такая. В общем, набрала себе всякого баловства. Буду баловаться сегодня. Всем доброе утро, девочки мои. На градуснике плюс 10. Но очень пасмурно. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что у нас тут. Ну, ничего так. Свежий воздух, правда, ветер. Но ветер не холодный такой. Нормально. А дует сильно. И закрываю, закрываю. За закрытым окном лучше снимать. Да, серое небо. Не очень-то погода. Не очень-то она шепчет мне куда-то выходить. Ну, не шепчет и не надо. И не пойду никуда. Мне никуда и не надо. Я вчера, девочки, закупилась впрок. Так что продуктов мне надолго хватит. Мне еще соседка вчера угостила. Я на ужин поела, вместо того, чтобы свою еду подъедать. Блинчики с мясом сделала, такие вкусные. А я ей сказала, говорю, я соскучилась за твоими блинчиками. Она говорит, вот я как раз собираюсь их готовить. Для сына как раз. И меня угостила. Ну, я ей тоже взамен угостила. Мы друг друга угощаем. Все. Понеслось, поехала. Друг друга все время угощаем. Так. Ну, что у меня на сегодняшний день? Значит, готовить я не буду. Еды полно. Соседка пока что еще не пришла кофе пить. Я уже кофе попила. И вот я думаю сделать масочку для ног. У меня есть такие носочки, знаете, которые вот надеваешь. И мои ножки прям, они вот чувствуются, прям просят. Сделайте для меня масочку. Вот. Так что сегодня я что, масочки поделаю, что-нибудь еще поделаю. Соседка придет, еще мы с ней поговорим. Ей надо уже красить голову. Я ей сказала вчера, но она вчера не захотела. Может быть, сегодня у нее будет время, и я ее покрашу тогда. Я ей как раз подарила краску для волос от Фаберлик. Ну, который я предыдущий раз красила, такой уже. Вот. И что, все. Сейчас пока смотрю телевизор. Сейчас масочку пока сделаю. С соседкой пообщаюсь. Надо ее уже позвать. И потом посмотрим, что мы будем делать дальше с вами. Вот такая вот, девочки, масочка. Масочку эту я брала в фикс-прайсе. Уже не помню, сколько она стоит. Где-то 150, по-моему. Я уже такое делала. Я брала их две. Вот эта вторая. Очень хороший тут состав. И она увлажняющая, успокаивающая. В общем, ухаживающая. Ну, мне нравится. В общем, сейчас на вымытые ноги надо надеть ее на 20 минут. Масочку скрываем. Ноги должны быть вымыты и высушены. И вот достаем такие вот носочки. Вот мне в этих носочках что нравится, что здесь есть завязочки. Не завязочки, а такие вот липучки, которые фиксируют это дело. Вот это здорово. Я как-то брала масочки. Такие же носочки брала. Но без этих... Здесь прям чувствуется, что внутри что-то есть. Но были они без этих вот липучек. Но это немножко неудобно. Вот, как здорово. Ой, как ножкам хорошо. Так, снимаем вот эту штучку. Вот так вот, вот раз. И закрыли. О, класс. Второй силы. Вот так. Теперь надо чуть-чуть помассировать. И оставить на 15-20 минут. Ну, я 20 минут могу еще чуть-чуть дольше даже оставить. Самое главное, в этих носочках можно и в постели лежать, и по полу ходить. И все нормально. Все вот так чуть-чуть распределим, помассируем. Все. И оставим. Ну, раз пошло такое дело, пока я в этих носочках сижу, у меня еще есть вот такие вот патчи под глаза гелевые, с гиалуроновой кислотой и коллагеном. И я их тоже сейчас под глазки налиплю. А еще у меня масочка для рук есть, перчаточки. Но перчаточки я потом, попозже сделаю. Надо сначала вот это все сделать. Вот так. Они так открываются. Ух ты. Так, что тут у нас? Вот они. Аккуратненько надо их достать. Оп. И налепить. Ой. Вот какие они классные. Вот похожу еще с такими вот патчами под глазами. И даже не похожу, а может быть даже просто полежу, посмотрю пока телевизор. Когда делать нечего, девочки, надо что-нибудь тогда сделать с собой. Просто взять, какие-то масочки поделать, какой-то уходик поделать, патчики хотя бы налепить. За собой надо ухаживать. И потом будете выглядеть хорошо. Мне кажется, мне идет, да? Нормально так смотрится. Ладно, вернусь к вам попозже. Девочки, почитала я инструкцию. Во-первых, я налепила их неправильно. Надо широкой частью наружу. Хотя я знаю, что есть некоторые патчи, которые можно так, а можно так. Ну, тут написано однозначно. Ну, значит, сделаем так. Так, на 20-25 минут. И, кстати говоря, эти патчи заказывала в Фаберлипке, если кого интересует. Но они как бы вроде снимают отечность, темные круги под глазами улучшают цвет кожи. Ну, посмотрим. Посмотрим, похожу. Ну, теперь правильно. Забежала ко мне соседка. Мы с ней кофе попили. Ну, вот эти патчи я сняла. Ну, вроде так, хорошо, прям приятненько тут. Вот. А на ногах у меня уже эти мешки и носочки. Они у меня уже 40 минут. Сейчас я их буду снимать. Так, ну, снимаю. Тут уже, прям уже, я не знаю, что тут. Ноги уже обалдеть. Обалдеть какие. Ой, какие мягенькие. Классные. Пяточки мягкие. Вот это нужно еще распределить. Ой, какая прелесть. Ой, хорошенькая. Мне даже неожиданно, что я в фикс прайсе взяла вот такую вот классную масочку. Так, ну, и вторую я сейчас снимаю. Сверху надену носочки, чтобы было просто классно. Сейчас все это распределю. Ой, просто, 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 просто я кайфую. Ну, попозже на руках проделаю то же самое. Девочки, села я сделать заказик от Василька. Кстати, кто-то пишет, что на сайте ничего нет. Ну, как нет ничего? Вот, например, одежда. Навожу сюда мышку. И вот здесь выбираю. Это женская одежда идет вначале, а потом идет мужская. Ну, к примеру, к примеру, к примеру, туники. Вот я люблю туники. Люблю разнообразие туник. Нажала я на туники, и вот они пошли. Тунички разные. Вот мы листаем, смотрим, да. Ну, я, например, как смотрю? Я смотрю длина. Вот если я вижу, что длина очень сильно выше колена, да, но учитывая мой возраст, как бы мне такая короткая, сильно будет некомфортно в ней. Поэтому я уже сразу обращаю на длину туники. Потом разрез. Мне тоже для меня важно разрез, потому что я не люблю, когда сильно под горло идет туничка. Должно быть нормальный такой разрезик, который мне, например, очень даже и понравится, и подойдет. Так, спустились. Страниц тут пять. В общем, следующую страницу я нажимаю. Так. Ну, какие-то туники у меня уже есть, например. Кстати говоря, вот такую вот туничку пляжную я себе хотела давно уже. Голубенький цвет хороший. Я смотрю, размер 52-54. Вот он. Я на него нажимаю. Хотя можно, например, еще нажать просто на эту картинку и рассмотреть поближе. Так, ну, размер я уже тут выберу, допустим, 52-54, да. Описание. Легкая свободная туника с пояса можно использовать как накидку на пляжи. Ткань, шифон, полиэстер. Ну, как накидка она пойдет. Для купальничка я думаю, что это то, что нужно. Кстати говоря, я хотела такую туничку еще вот, когда летом, но их вот моего размера не было в наличии. Вот, ну и все, нажимаю добавить в корзину. И вот написано, добавлено в корзину. Все. Корзина покупок одна. Товаров один, 650 рублей. Вот написано. И теперь, допустим, я выбираю что-то дальше уже, да. Ну, может быть, еще там тунички или там что-нибудь другое. Ночные сорочки. Ну, неважно, что. Могу выбирать вот из одежды. Или, например, я навожу стрелочку детям и смотрю. Одежда для девочек. Выбираю для девочек. Ну, и здесь есть перечень, чего именно для девочек. Костюмы там, пижамы, сорочки, платья, сарафаны, туники. Ну, вот, например, ну, туники, я не знаю, у нас все не очень-то носят, да. Футболы, маечки, например. Футболочки, маечки. Посмотреть можно, что тут. Ну, и так же вот наводим и смотрим размер. Размер тут идет, рост или сколько лет. Ну, по росту у Настя у нас идет как на 7 лет. И тоже вот листаем и смотрим. Так же выбираем потом размер и положить в корзину. В общем, ничего страшного. Когда уже все набрали, что вам нужно, сколько нужно, потом нажимаете на корзину, заходите в корзину и оформляете заказ. Выбираете там расчет банковской карты или как, и адрес там. В общем, заполняете все, что вам там нужно заполнить. И, в общем, все, ничего сложного, не знаю, почему кто-то пишет, что вот на сайте ничего нет. Что имеется в виду, ничего нет, я не знаю. Так же постельные принадлежности можно выбрать. Так же постельное белье комплектами. Постельные принадлежности это можно отдельно что-то повыбирать, допустим, да. Подушки мне интересно посмотреть. Ну, тоже подушки, они вот тут разные есть. Тоже можно выбирать, что хочешь. Вот так я и делаю выбор. Девочки, сидела, делала заказ, глянула в окно. О, я вижу такое красивое природное явление. Сейчас откроем окошко. Я такое еще не видела даже. Здесь у нас небо пасмурное, а там вот на горизонте прям светит солнце. Видно облачка. Так красиво. Правда здорово, да? Да, красиво. Наконец-то я освободилась. И вот сейчас хочу я сделать вот эти перчаточки. Ну, видите, на них ценник есть. 77 рублей они стоят. Тоже самое фирмы. И вот эти вот ультравлажнения для рук. Тоже корейская. Тоже тут такой вот составчик хороший. В общем, ручкам тоже надо дать отдохнуть. В общем, девочки, вскрываю. У меня такой день сегодня, видите, на расслабоне. Получается, что я целый день сегодня дома и делать особо нечего. Ну, по крайней мере, вот сделаю уходик такой для себя, да? Так, ножки я уже делала раньше, а перчаточки первый раз. Они тоже вот с такой застежечкой. Ну, это классно, это мне нравится. Так, сегодня делать мне больше нечего. Сегодня соседка у меня там занята, поэтому красить буду я, наверное, ее, может быть, завтра, может, в другой раз. Ну, в общем, когда ей надо будет, скажет, я ее покрашу. Так, прямо сразу чувствуется, что там какая-то вот жидкость внутри. Ну, не жидкость, а как гель какой-то такой. А все, одеваю перчатки. Ой. Короче, сегодня я кайфую, девочки. Сегодня кайфую, делаю все для себя. Все в удовольствие. Ну, потому что вот такая погода. Кстати, вот это природное явление, я такое первый раз вижу. Мне сейчас интересно даже за этим делом всем понаблюдать. Вот эта полоса солнечная. Прям видно, что там солнце, облачка буквально вот видно из окна. И это где-то вот чуть-чуть, может быть, дальше Батайское. Ну, мне интересно, оно будет сюда идти? Если это у нас тут циклон. Да что ж такое, не могу я это дело снять. Если это циклон у нас, вот у нас сейчас пасмурно так, очень как-то ветрено, неуютно на улице. Вот, одну одела перчаточку. Так, а как же я потом выключать камеру буду, интересно? Так тоже минут на 20 это одевается. Вот, и я сейчас, сейчас я камеру выключу и понаблюдаю за этим явлением. Мне интересно, если вот эта туча облака, если они вот уйдут, и придет сюда солнышко, и сразу на улице станет классно. А сейчас такое ощущение, что на улице уже темнеет, хотя время сейчас только полвторого. Кстати, на сайте Василек я просидела два часа. Но я всегда вот так вот очень скрупулезно там выбираю все себе. Так, девочки, ставлю паузу, включусь попозже, когда уже подержу вот это вот все. Все, девочки, прошло 25 минут. Там написано 20-30 минут. Что я вам хочу еще сказать? Что интересно в этих перчаточках, что здесь на каждом пальчике есть такое место для ноготочков. У кого длинные ногти, то тут можно с ногтями. Но у меня ногтей нету, и мне это не важно. И что еще меня удивило, то что сенсор, вот телефон, можно листать, и прекрасно сенсор работает через перчатки. Также вот я сейчас включила, и все. Вот, ну я думаю, что можно их уже снимать. Я, кстати, поглядываю на горизонт, и я смотрю, что линия эта солнечная, она становится шире. Но, правда, очень медленно. Так что, если до нас уже дойдет солнышко, то у нас, наверное, уже потемнеет на улице. Так, ну все, я хочу уже это дело снять, потому что я уже хочу кушать, и уже хочу отдыхать. Потому что я что-то я с утра как-то вроде и делать ничего не делала. В то же время я все время была занята, занята. Так, отлепляйся. Была все время занята. И, в общем-то, как-то мне уже хочется, честно говоря, покушать, завалиться, под одеялко залезть, на улице ветер, даже клацает вытяжка у меня. Включить какой-нибудь фильмец интересный, там, не знаю, сериальчик что-нибудь найти. И все, поваляться, получить удовольствие уже. Ну и поставить уже это видео на обработку. Так, ой, какой кайф, какой кайф. Вот я люблю вот эти процедурки для ручек, для ножек. Кожа такая становится мягкая, нежная. Вот это все надо сейчас распределить. И все. И ручки будут кайфовать. Мягкие такие, увлажненные. Класс. Кольцо не снимается, так что не говорите, что там я в кольце. Ну, в кольце я делаю все. Оно уже у меня много летное, поэтому ничего ему не делается, этому кольцу. Я думаю, что, наверное, мне придется его идти к ювелиру, и чтобы мне его помогли снять. Да, сейчас почитала еще девочки комментарии, и у меня там задали вопрос, какие планы у меня на Новый год, как я собираюсь Новый год отмечать. Ну, я вам хочу сказать, для меня вот самый лучший Новый год – это когда я дома, могу уже лежать, смотреть телевизор и все. Я когда по молодости, вот я любила в компании, чтобы было весело. Гуляли, кутили, там, не знаю, танцевали, песни пели. Вот это все как-то было раньше весело. Но чем старше становишься, тем хочется больше уже тишины, покоя, при том, что в 12 часов. Вот если бы этот Новый год, я уже сколько раз говорила, каждый раз перед Новым годом одно и то же говорю. Если бы Новый год мы отмечали не в 12 часов ночи, для меня это уже ночь, я уже в это время сплю. Ну, а вечером, допустим, там, не знаю, в 6-7-8 часов вечера, чтобы уже отметили. И нормально по-человечески, как вот я привыкла, в 10 часов я уже в постели, да я уже в 11 засыпаю, честно говоря. Вот, и поэтому для меня последние годы, вот Новый год, я не люблю сидеть за столом, потому что в это время я уже не хочу есть, я не пью, я хочу спать. Поэтому для меня это, честно говоря, знаете, вот прям какая-то рутина, обязанность. Поэтому, естественно, если мне, ну, дочка там попросит, может быть, на Новый год прийти, там, или что-то, ну, как бы, как меня на дни рождения зовут, я иду, ну, как бы, так, исполнение долго. Ну, мне надолго не хватает, час, максимум два, я хочу быстрее, скорее домой. Поэтому, ну, если мне надо будет на Новый год пойти в гости, то я пойду, вот, а если можно будет не пойти, то я с удовольствием не пойду. Я люблю в Новый год дома быть одна, в постельке, смотреть телевизионные передачки и уснуть тогда, когда уснется. Даже если мне уснется в 11 часов, ну, и замечательно. Вот, хотя начнут, когда стрелять вот эти фейерверки, я, конечно, проснусь, потому что бомбят полчаса в течение 30 минут где-то, поэтому спать уже не получится. Ну, а так обычно смотрю телевизор, пока не усну. Вот и все. Вот, в общем, не знаю, планов никаких нет, я ничего не планирую. Если мне ничего не нужно будет никуда, то я буду этому только очень рада. Все, мои хорошие, на этом видео я хочу свое закончить. Ручки мягкие, классные, я получила удовольствие. Кому перчаточки такие попадутся, в фикс прайсе берите вот такие вот классные. На этом я хочу с вами попрощаться. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok